В Пермской галерее 2517 арт-подготовка. Так в шутку здесь именуют приготовление к масштабной выставке форуму «Арт Пермь». Экспозиционеры утверждают, работы, которые они представят, будут открытием для пермяков. Мы, например, в этом году делаем такой акцент на национальных мотивах, темах. Мы показываем грузинскую живопись, армянскую, казахскую. На мой взгляд, это здорово, интересно. У нас этим в Перме вообще никто не занимался. Это картины одного из самых известных современных мастеров Грузии. Ника Киркеладзе продолжает традиции своего знаменитого тезки Ника Перасмани. Здесь те же наивность, добрый юмор и простота. Но простота кажущаяся. Автор использует технику многослойной масляной живописи, добиваясь богатства оттенков и эффекта объемного изображения. Работы Ника Киркеладзе в свое время приобретали Борис Ельцин, Виктор Черномырдин, а также политики Ирана и Турции. Недавно одна из картин мастера пополнила коллекцию Лувра. В этом музее вскоре состоится персональная выставка работ грузинского живописца. Нам повезло. Сначала выставка будет на арт-переме этого автора. И только летом французы, жители Парижа, смогут посмотреть на его работы. По словам одного из критиков, работы этого художника по исполнению напоминают эскизы Леонардо да Винчи. А по содержанию каждая из них – философская притча или старинная легенда. Картины известного в России и Европе автора Армена Гаспаряна также будут показаны на арт-форуме. Компанию армянскому художнику составит русский мастер Николай Резниченко. Когда-то автор этих картин занимался реставрацией старинных икон. Как считают искусствоведы, иконописная манера отразилась на его творческом методе. Коллектив этой небольшой галереи готовит к показу довольно крупную коллекцию. Картины и скульптуры более десятка разных авторов. На самом деле арт-перемь, я считаю, что это действительно уже стало знаковым мероприятием для нашего города. Хотя бы потому, что это такое массовое паломничество наших зрителей. И часто бывает так, что в течение года люди занятые достаточно, могут редко позволить себе время выкроить, чтобы посетить одну или другую выставку. А здесь они разом могут охватить практически все галереи художников. Всё это и не только. Совсем скоро можно будет увидеть на выставке «Арт-перемь». На ежегодный январский форум соберётся несколько сотен участников из многих городов России, а также из стран ближнего зарубежья. Художественный салон откроется 18 января и продолжит работу как никогда долго – 10 дней. Юлия Зыкова, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей. Юлия Зыкова, Антон Лифанов, Телевизионная служба новостей.